Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередной мукпанк. Я сама приготовила себе шаурму, потому что покупная, она в два раза как бы тоньше. Я решила сделать себе шаурму, которую я хочу, которую я вижу у русских мукпанкеров, вот, огромная, чтобы была большая, вкусная, сочная. Посмотрите, какая прелесть! И давайте приступим. Здесь у нас масляные оливки. Теперь только маслина фанта. Вообще, лучшая шаурма, это шаурма, приготовленная самим. Ты кладешь всего столько, сколько тебе нужно. Заворачиваешь в лаваш, как ты любишь. Я люблю, когда лаваша много. Хотя я хлеб не особо, знаете, о больших количествах ем. Это супер тоненький лаваш, и внутри много начинки. Потом этот лаваш становится мокрый, и все разваливается. Я, в общем, так не люблю. Еще сегодня в инстаграме сняла видео, мейк. Мне очень оно понравилось в видео, но мне не понравилась концовка. Мне кажется, конец какой-то скучный. И пару даже человек написали в комментариях, что Айка, да, какой скучный конец. Насчет закрытых комментариев. Под Фатиными видео, видео с Фати, у нас закрыты комментарии. И просто мой дайрект завален сообщениями о том, что почему. Вот почему именно на этих видео закрыты комментарии. Я могу это объяснить. Дело в том, что вы начинаете сравнивать нас друг с другом. И когда вы сравниваете, вы обязательно оскорбляете кого-то. Либо меня, либо Фатю. И в результате этого портится настроение друг друга. Вообще, я заметила, когда две подруги мукбанкера, да и вообще любого другого формата, люди сразу начинают сравнивать. Додумываясь какие-то моменты. Поэтому мы приняли решение, что наши совместные видео будут закрытыми комментариями. Дабы никого не обижать. Ссылочку на такую шаурму я вам оставлю внизу. Правда, там в рецепте готовит мама, а эту готовила я. Я специально взяла два лаваша, соединила их вместе. Получается два таких длинных. И наполнила хорошенько начинкой. Еще бы сюда чесночный соус из Бургер Стейшена. Было бы бомба. Вчера съела две такие шаурмы на ночь. Я думала, что я не смогу уснуть. Я просто спала, как младенец. Говорят, на ночь есть нельзя. Надо считать калории. Иногда некоторые блогеры, например, рассказывают о правильном питании. Я, конечно, за. Но это не для меня. Я бы не смогла. Для меня прием пищи, это не просто, чтобы не умереть с голоду. А это для того, чтобы получить кайф. Вот прям поел. Ух. И все, и пошла. Вот получила зарядно весь день. И все. И не обязательно мясо. Например, я люблю картошку жареную. Жареную прям хорошенько, да, как фри прям. Посмотрите, какая сочная она внутри. Сегодня снимаю влог. Но, скорее всего, буду несколько дней снимать для вас. С мамой сходили, купили стульчик. И, наконец-то, я сижу на стуле. Может быть, в инстаграме вам покажу. В общем, купила два стула. Один для Фати, другой для меня. Специально они такие низкие, чтобы еды не будет видно так близко. Поэтому вот такие два стула. Удивительно. Но я уже два стула сломала. И я прям искала, где можно найти реально стульчики. Такие, знаете, низкие. Потому что обычные стулья, табуретки я ставила не то, что вот так вот прямо, а в горизонтальном положении, чтобы я могла так сесть. И еда была близко ко мне. В общем, заходила в разные магазины. Все они были закрыты. Зашла просто в продуктовый. И там нашла эти стульчики. Вы знаете, как я обрадовалась. Если мне сказали, что каждый из этих стульчиков стоит по 500 рублей, я бы все равно взяла. Я один раз так купила носки, которые стоили, по-моему, 500 рублей. Получается, я была в угах. И они промокли. На улице дождик, а я в угах. Вообще, уги для бакинской погоды это вообще не то. Потому что у нас снега не бывает. Дай бог, один раз в году выпадет. И то растает на следующий день. И будет просто слякость. В общем, я в угах. В дождь. Иду по лужам. Они такие тканевые. Естественно, что они промокли. У меня прям все ноги мокрые. А я, честно, один раз простыла. Я две недели в больнице лежала из-за этого. Я поэтому к этому очень серьезно отношусь. У меня слабый организм. И чуть что. Я откидываю копыта. Я была на торговой. И понятное дело, что мне нужно купить носки. Я зашла в первый попавшийся магазин. И не обратила внимания, сколько стоят носки. А они-то, оказывается, 500 рублей стоят. Понятно, что в Гуччи я не зашла и не взяла себе носки. Вроде бы магазин обычный такой был. Не прям люкс. Если бы я зашла бы в, не знаю, в Мини Гильда Зевина, в Том Форд. И была бы удивлена, почему носки стоят 2000. Это было, конечно, смешно. Но дело в том, что я зашла в магазин, который даже не пахт люксом. Понимаете? Или один раз был случай, когда у меня порвался тапок. Смотрите, тапок с пальчиком. Вот когда он рвется, ты уже не можешь с этим ходить. И там рядом была обувная мастерская. Я зашла. И он мне сказал такую цену, что у меня прям глаза на лоб вылезли. То есть он видит, что человек не может идти. По близости магазинов нет. Специально сказал такую цену. Мама не горюй. За эту цену я бы могла. Купить себе новую обувь. Что сделала дальше Аика? Вызвала такси. И все. Еще когда в попыхах покупаешь обувь, носки, неважно. Потом привозишь это домой и понимаешь, что зачем это нужно было. Моя учительница всегда говорила, что когда вы что-то хотите купить, обязательно переспите с этой мыслью. если вы заснули, проснулись, и понимаете, что все-таки эта вещь вам нужна. я понимаю, что это не так, О, что ли. Хм. 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 было очень вкусно а с вами Блайка Эмили спасибо, что досмотрели это видео до конца я всех очень сильно люблю пока